Михалыч, вот тебе идея зарабатывать деньги до пензии. Изабелла, виноград. Вот, можжевельника много, ни одного колючего нет сорта, ни одного. Почему нам так повезло? Киса, привет! Ресторан Ковчег. Ой, какая прелесть. Я думаю, что его все гладят. А там, по-моему, одноразовые дают. Вот только не смейтесь. Я ведь расческу дома забыла. Ой, живенько так. Живенько, молодежно, да. Сейчас специально делают такие прически лохматые. Таня тут, оказывается, не была ни разу. Почему бы не сходить? Не знала я. С голым торсом так, мы не с голым торсом. С собаками. Нет, ну без собак. И здесь маски надо одевать. Ух ты! Так, Семигорская, теплая. Наливаем. Все, так поставлю камеру. Вот жизнь там. Что? Семигорская. Да. Она вся такая, Таня. Меня надо снять, как я ее пью. Семигорская. Это что-то. Наверное, легче водку выпить. Так, это все теплое. Семигорская, теплое, теплое. Это из теплого болота. Вот еще есть. А теперь холодненько будет. Спасибо. А вот это санаторий БФО. Я сюда приехала в 2007 году. Нет, в 2010 году. Ну, не важно. Юка, смотрите, цветет. Я заболела экземой. Вдруг откуда ни возьмись. И мне врачи поставили хроническую экзему. Я три месяца, нет, четыре месяца промочилась. Ничего мне не помогало. И Михалыч сказал, я знаю, что тебе поможет. Бери билет на море. И я тут же ночью нашла путевку в санаторий. Посмотрела цены и сюда приехала. Вот такой он небольшой. Он очень милый, уютный. Дворик там такой хороший. Бассейн внутри. Бассейн с морской водой. А это был апрель месяц. Поэтому, чтобы именно море, чтобы я в морской воде купалась. Поэтому выбрала такой санаторий. И еще здесь было очень мало народов. Я бы не сказала, что дешево было. Но приличная такая цена была. Вот три звезды всего. И здесь же очень хорошо грязи. Грязевые ванны, грязевые ванночки. Можно без путевки сюда приходить. Просто брать курсовку и проходить. Сейчас не знаю, в связи с пандемией, что там происходит. Заходить не буду. Но очень хорошо. И что интересно, я сюда прилетела, в Анапу. Это была пятница. Пятница, суббота, воскресенье. Я просто гуляла по набережной. Я даже руки не мочила в воде, в морской. И у меня вся экзема прошла на третий день буквально. У меня все прошло. А было все тело покрыто. Представляете? Вот. И мне доктор сказал. Вот здесь доктор такой, доктор Айболит. Я его называла. Такой дядечка лет под 70 или больше даже. Такой с бородкой. И он говорит, вам надо переезжать сюда, голубушка. А, сударыня. Вам надо сюда переезжать. Я такая, эх, надо. Ну, осуществилась же, Алёна. Ну да, осуществилась моя мечта. Скоро Таню перевезем. Да. А у меня у внучки тоже экзема была. Мы ее два года назад привозили. Да. Очень. Прям коросты покрытые были. Смотри, какие милые французские балкончики. Вот какой-то раз, два, три. Вот третий был наш балкончик. И тоже за неделю прошла вся экзема. Да. И я когда к врачу пришла в понедельник на прием, он говорит, с чем пожаловали к нам? А я говорю, так с экземой. А он говорит, а где? А я говорю, а нету. Пропало все. Сними ты, сон. Ой, да нет. А мне Саша говорит, крайне пуганных кошек и собак. Ты в Сибири где-нибудь видела такое? А в Сибири никогда не подойдет кошка. Не подойдет, и ты не подойдешь к ней. Она удирает сразу. Это да. Вот мы еще заметили в Абхазии очень много породистых собак. Ну, таких. Не домашних. Они, может, и домашних. Наверное, отпускают, чтобы туристы подкармливали. Пойдемте. Пойдемте. Ой, красота. Солнце припекает. Да, это такой сквер. Здесь памятник. Памятник. То ли афганцам, то ли про Чечню. Что-то такое. И Великое Отечественное войне памятник. Как припекает солнце, ребят. Не, ну мне же все равно надо причесаться, правда же? Что же это я, такая лохматушка, хожу. Я Танюшка уговорила завести ей канал. Когда приедем к нам домой, я ее научусь, мы заведем ей канал. Пусть потихонечку будет. Даже для себя. Для памяти своей. Вот она приедет, что она фотографию отправляет своим дочерям и внукам. А так, она может видео показать, как она здесь провела время. Правда же? У нас, конечно, мало времени, я уже говорила, на отдых. Именно на отдых. Но вот так вот хотя бы прогулочки. И то хорошо. Хоть покупались сегодня. Я вообще не ожидала, что будем купаться. Мы даже искупались. Это здорово. Вот здесь такая вот аллеечка. Они, кстати, не сильно от солнца защищают. Да, ну так, чуть-чуть притеняет. По крайней мере, у меня хотя бы глаза открытые. Да? Такая учительница, прям учительница. Ну, меня всегда спрашивали, вы учительница? Да. Вы учительница, да? Нет, в душе я вообще не учительница, я романтик. Романтик. А ты думаешь, учителя не романтики? Вот как раз они романтики и есть. Ну, может быть. Да. Я честно забыла. Так. Ну да, это Афганистан. Все правильно. Ну, вообще, это аллея боевой славы, я так понимаю. Всех воин. Сейчас посмотрим. Все. А намчанам, павшим при выполнении воинского долга в Республике Афганистан. Я сейчас хочу рассказать, как Таня оказалась в Краснодарском крае нынче. Позавчера она мне звонит по ватсапу и говорит, я тут гуляю возле авиакассы, Ален, я не знаю, что делать, 18 тысяч билет, и то ли лететь, то ли не лететь. То есть у данное мероприятие в Анапу, мероприятие нашей компании, и она говорит, то ли лететь, то ли не лететь. Я говорю, а что Федя говорит, супруг? А он говорит, езжай. Я говорю, так бери билеты. Она мне опять потом перезванивает. Говорит, я перезвоню сейчас. Опять перезванивает, опять она там менжуется, возле кассы ходит. Я говорю, не знаю, что делать, брать или не брать. Я говорю, Таня, бери. Сама хохочу от радости. Таня, бери. Потом она мне уже звонит и говорит, все, я взяла, все, я собираюсь быстро, завтра буду. Встречай. И все. Я сначала хотела ее встретить в аэропорту Краснодара. Ну, Таня говорит, зачем? Говорит, я все знаю. Она же все знает уже. Да, буквально в августе били. Села на троллейбус и переехала. Да, села на троллейбус и доехала до ЖД вокзала, а там уже я ее встретила. Сели на автобус. И мы в Анапе. И мы в Анапе. Но мы долго, конечно, ехали. Старый, грязный, вонючий. Автобус. Автобус. Это просто ехал медленно. Ну, ничего, мы счастливы. Четыре часа мы ехали, да. Ну, мы счастливы. Ну, ничего, зато мы наговорились. Это да. Мы с тобой не виделись. Три месяца. Три месяца. Перебор. Поэтому через три месяца, это что, Новый год будет? Приезжай. Хотя я постоянно просматриваю на YouTube-канале Алену. Все ее действия. Да. И такое ощущение, что мы с ней не расстаемся. А, ну да. Но она-то меня так не видит. Конечно. И теперь я решила заняться. Теперь. А ты там снимаешь, что ли, что-то? Нет. Решила тоже этим заняться. Чтобы она меня смотрела. Теперь я ее буду смотреть. Каждый шаг буду отслеживать. Учит меня. Да, я ее научу, конечно. Мы постараемся, чтобы все было хорошо. И пусть у нее будет тоже канал. А сейчас мы идем в столовочку. Ой, хочу в столовочку. В столовочку, да. Мы сегодня еще только чай попили. Да. Накупались, прогулялись. А вон часы на башне. Ну, сейчас же не 12. Так-то. Бьет часы на старой башне. Без 9 и 11 только. Провожай день вчерашний. И звонят колоколам. Оба-на. Мы с тобой еще ни разу не пели, да? В жизни. Не то, что на камеру. Вот как не заснять такие моменты? Стоим, с Таней, думаем. Ага. Где мы тут? Где это? Нам надо санаторий Деланапа. Или отель он был. Отель. Отель Деланапа, да. Он на Протапова. Стоим. Ага, вот бювет мы тут были. Мы где-то вот здесь сейчас находимся. Вот здесь еще бювет. И где-то вот так, где-то вот тут. Что за улица, Таня спрашивает? Вот это. Прочитай. Я говорю, Протапова. И тут же голову поднимаю. Говорю, да боже, говорю, Деланапа. То есть здесь будут у нас мероприятия нашей компании изначально. А потом мы остальные дни с Таней делаем массажи. Вот так. Все тут рядышком в Анапе. Я помню, у меня такая карта была анапская. Она вся изодранная была. И была еще карта всего Черноморского побережья. А ну, раньше Карсандарского края, да. А я вообще люблю карты с Анапой. Я очень люблю. Я потом ориентируюсь хорошо. Тут все есть, ребята. Вот это столовая. И это даже не сезон курортный. Обалдеть. Я в восторге. Сейчас мы кушать будем. Кушать сейчас будем, сейчас выберем. Так испуганно на камеру посмотрел. Я не помню. Так, я взяла вот эту кашу. Очень большая доза получилась у меня. Большая порция. Булочка с лишней по 25. Каша с 65. И чай. В общем, у меня 110 получилось. И лимон бесплатный, что характерно. Танюшка взяла салат, блины и чай. Чего у тебя получилось? 140. 140. Ну ты жрать. Да-да. Мы вчера с Таней вечером фотографировались тут. Увидели, как юбка цветет. А как она пахнет, друзья? Нет, не пахнет. Не пахнет? Не пахнет. А чем туда пахнет? Все куполистры. Может, она вечером пахла? Вчера очень сильно пахла вечером. Может, вечером. Да. А может быть, розы отдавали свой аромат. Но очень пахло сильно. Ух, какие сосны. Великаны. А, они везде подготовки есть. Так, я показать хочу наш номер с тобой. Это номер эконом. Не знаю, по чем будет. Ну, скажет нам. Я думаю, что недорого, потому что сезон. Вот так две кровати одноместных. Не стали мы Станю хоть на одной спать даже. А нам и не предложили. Шкафчик есть. Есть такой холодильник. Ну, старенький, понятно. Телевизор мы его не включаем. Мы говорим и говорим и говорим, Стани. Нам не до телевизоров. Так, здесь у нас такой коридор. Не обращайте внимания на неубранность, потому что реально сейчас не сезон. Все вот просто так вот стоит. Вот тут три номера. Холодильник общий, видимо. Здесь еще холодильник. Вот такая большая кухня. Две плиты газовых. Ну, такое все нормально. Обратите внимание на стулья. Вчера хозяйка, Елена Максима, она прямо, говорит, специально покупала. Вот такие деревянные, настоящие. Это Гомельская область, белорусская. Медель. И вот такая скамеечка еще у нее есть. О, буфет, ребята, буфет. Я прям мечтала о таком, да и до сих пор мечтаю. Все. И такой вот, там еще на втором этаже есть номера. Тут тоже холодильники, холодильники. Вот так по лестнице на второй этаж. Там уже благоустроены номера с туалетами. И хозяйским, хозяйским дом. Вот такой вот дворик аккуратненький. Все так миленько, хорошо. Гоголя, сто сорок шесть. Если кому интересно. Здесь вот тоже у нас соседушка живет. И мы с Татьяной. Батареи есть, но не топят. Они сейчас уже, потому что никого нет, они нас не ожидали. Нет, и вообще зачем топить сейчас? Да, нам тепло тут во всем. Вот это же гибискус, да, ребят? Может быть, я ошибаюсь. Это опять юка. А вот это, ну типа сентябринки, наверное. Но цвет, смотрите, какой красивый. И здесь они простые, а здесь помахровые. Здесь помахровые. И цвет такой красивый. Да такие хочу. Себе во двор. А вот тут инжир растет. Сейчас вам ягодку покажу. Вот она. Вот она. Вот ягоды. Там где-то спелый висит уже наверху. Вон они какие крупные, видите, нарастают. Фиговое дерево. Вот тебе и фиговое дерево. Фиговое. Почему у нас не все такие города красивые? Ведь как приятно гулять по таким улочкам. Правда же? Все чисто, зелено. Мусора нет. Какие здания красивые. Вот она, отель Деланапа. Деланапа. Это бывшая гостиница Колос. А я думаю, почему я ее не узнала. Колос раньше это был. Для сихо с работников. Так, народ уже собирается. Это хорошо. До freed, дошли���ся. До rem Dean. До Internal. До свидания. До того, до до сихо сает. До moving стран tie anos. Так, здесь в итоге ссылка. Деланапа. Утемь. Конечно tie laughs. Продолжение следует...